В Баку заявили о готовности переговоров с Ереваном в России и на других площадках. Баку готов к переговорам с Ереваном на разных площадках, заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде. Азербайджан готов к переговорам с Арменией в России и на других площадках. Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова заявила сегодня на брифинге, что российская сторона готова предоставить площадку для переговоров представителей Баку и Еревана и создаст для них максимально комфортные условия. Мэр Еревана развеял слухи о конфликте с правительством. Мэр Еревана Деграна Винян напроверг слухи о разрыве отношений между столичной администрацией и правительством Армении. На пресс-конференции в среду его в частности спросили, насколько достоверна информация о том, что между мэрией и правительством пробежала черная кошка. «Никакого разрыва нет. Все городские проекты получают необходимую поддержку», – заявила Винян. «Меня не беспокоит в вопросе власти. Власть – это ответственность перед избирателями. Во всех административных районах большинство голосов получила наша партия, что означает, что мэром должен быть и кто-то из нашей команды», – подчеркнула Винян. Напомним, что Совет Старейшин Еревана избрал кандидата от партии «Гражданский договор Тиграна Авиняна» мэром Еревана в октябре 2023 года. В Ереване будет построен новый епархиальный центр Русской Православной Церкви. Как сообщает представительство Росаттинчества в Армении, об этом заявил временный управляющий Ереванско-Армянской епархией архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий. На встрече в Русском доме в Ереване присутствовали лидеры общественной организации русских соотечественников «Путь добра» Александр Березовский и глава русской общины Нагорного Карабаха Александр Бордов, который преподнес высокому гостю в дар-альбом первого за столетие православного храма на территории Нагорного Карабаха. Архиепископ Аксий подчеркнул важность подобных мероприятий для развития межкультурного и духовного диалога, отметив, что Росаттинчество играет важную роль в сохранении духовных основ и исторических традиций двух народов, а также в углублении взаимодействия между общинами. Объем закупок оружия Армении в Индии достиг 600 миллионов долларов, сообщает индийское агентство IADN. Общий объем закупок оружия Армении в Индии к началу текущего 2024 финансового года достиг 600 миллионов долларов, говорится в сообщении. Ранее Армения закупила индийские реактивные системы залпового огня «Пинака», противотанковые ракетные комплексы «Конкурс», а также 80-мм гаубицы и другие виды вооружений. Армения активно строит дорогу к границе с Ираном Армения активно продвигает строительство новой дороги к границе с Ираном в рамках проекта «Север-Юг». После завершения строительства время в пути сократится почти на два часа, сообщает фонд «Дорожный департамент». Работы ведутся на 32-м километре участки дороги Агарак-Каджаран. Ожидается, что строительство завершится в 2028 году. Подрядчиками выступают две иранские компании. Проекты для 60-километровой трассы Сисиан-Каджаран и Каджаранского тоннеля уже готовы, и сейчас армянские власти ищут финансирование. Сисиан-Каджаран считается самым сложным участком проекта «Север-Юг». Он включает 27 мостов и 9 тоннелей. Проект «Север-Юг» является одним из самых масштабных в истории независимой Армении. Частично новая и расширенная дорога сократит расстояние от иранской до грузинской границы с 50-500 до 460 километров, облегчая выход к Черному морю для Армении, а также для Индии и стран Пирсидского залива. Это были все новости к этому часу. В студии работала Леана Галуян. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова